Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Вассенда. Смотрите сейчас. Профессия по зову сердца. В Беларуси отмечают день пожарной службы. За 170 лет служба прошла очень длительный, но плодотворный путь. Кто каждый день рискует жизнью? Продавцы смерти. В стране перехвачена крупная партия психотропов. Жительница Минского района принимала крупные партии. На кого работали задержанные? Защита от зла и недугов. В Бобруйск прибыл Ковчег с частицами мощей великомученика Георгия Победоносца. Чтобы поддержать нас духовно, укрепить вере. Когда можно сходить на молебен? А также рабочий визит, высшее образование и почтовая бандероль. Белпочта меняет тарифы на услуги по пересылке международных отправлений. С чем это связано? Плодотворная встреча. Президент завершил рабочий визит в Россию. Александр Лукашенко прибыл в Минск. За время трехдневной командировки прошло сразу несколько встреч с Владимиром Путиным в разных форматах. Эти дни вместили в себя как официальные переговоры, так и неформальное общение. Главы государства обсудили много вопросов. От безопасности до экономики. Аморальность в крови. В стране перехвачена крупная партия психотропов. Пятеро белорусов работали на международный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Изъято почти 50 килограммов товара. В оборудованных тайниках и личных автомобилях обнаружено 20 тысяч таблеток МДМА, 8 килограмм психотропа, 4 ЦМЦ, почти 30 мифедрона. Установлено, что 40-летняя жительница Минского района принимала крупные партии и на личном либо арендованном автомобиле доставляла товар в Российскую Федерацию. Остальные участники группы, возраст которых варьируется от 29 до 40 лет, отвечали за оптовые поставки и распространение дурмана через закладки уже на территории Беларуси. В настоящее время сотрудники наркоконтроля Беларуси совместно с российскими коллегами осуществляют оперативные мероприятия по изобличению владельцев международного интернет-магазина, на который работали подельники. Возбуждены уголовные дела. К слову, один из задержанных уже судим по аналогичной статье. Арендное жилье, транспортный налог и последний шанс. В большинстве вузов Беларуси завершился прием документов на бюджет, где еще ждут абитуриентов. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Поставка осталась прежней. Извещения будут приходить плательщикам до 1 сентября по почте. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам, многодетным и инвалидам. Сбор не коснется обладателей электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992-го. У отечественной розницы появилась мотивация продавать больше белорусских товаров. Торговые организации смогут получить так называемые стимулирующие выплаты в случае поставки на внутренний рынок продукции наших производителей, а также зарубежной, но только непродовольственной. Величина вознаграждения будет зависеть от объема продаж. В большинстве вузов Беларуси завершился прием документов на бюджет. До 27 июля включительно абитуриенты могут подать заявление на дневное обучение по направлениям сельское и рыбное хозяйство, ветеринария и охрана труда. Можно еще успеть поступить по всем специальностям в военную академию. Белпочта меняет тарифы на услуги по пересылке международных отправлений. К ним относятся письменная корреспонденция, посылки, бандероли, мелкие пакеты, аэрограммы. Это связано с тем, что зарубежные авиа- и грузоперевозчики тоже изменили стоимость. Новые расценки действуют с 25 июля. В последний раз цены поднимались в апреле 2022-го. Исцеление веры. В Бобруск прибыл ковчег с частицами мощей великомученика Георгия Победоносца. К ним смогли преклониться солдаты 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка и войсковой части 55-27. Святой считается покровителем воинов. Верующие обращаются к нему с молитвами о защите от зла и от недугов. Одно из самых известных его посмертных чудес – убийство копьем змея, что позволило обратить еще 17 столетий назад местных жителей в христианство. При этом историческая память не поблекла. Мощи прибыли к нам в это сложное, неспокойное время, чтобы поддержать нас духовно, укрепить веры, чтобы по молитвам святого великомученика Георгия мы могли получить то, что просим у Господа нашего Иисуса Христа, а именно духовную поддержку. Уже вечером в торжественной обстановке их доставили в Георгиевский храм. Ковчег пробудет здесь до 27 июля включительно. Желающих поклониться святыни ждут с 6 и до 22. Кроме того, можно сходить на молебен и акафист с 8.00 до 20.00. К слову, мощи прибыли в Беларусь и строятся Сергеевы Лавры по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Профессионализм, отвага и честь. В Беларуси отмечают 170-летие пожарной службы. В адрес работников МЧС звучат теплые пожелания и искренние слова благодарности. Лучшим вручают нагрудные знаки и юбилейные медали. О тех, кто ежедневно спасает жизни, Елизавета Липеева. Поколение смелых и благородных. За 170 лет пожарная служба проживает долгий и сложный путь развития. Спасатели борются с необузданной стихией, которая разрушает деревянные города. Укращают пламя во время Великой Отечественной, участвуют в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. И каждый день сражаются за ценные жизни людей. Меняются технологии, оперативность, техника и экипировка. Но постоянно одно – во все времена такую опасную профессию выбирают лишь по зову сердца. Первая военизированная часть была организована 3 июля 1973 года в ВПЧ-10 по охране Белорусского шинного комбината. И, по сути дела, она, часть, явилась базой для развития пожарной охраны города. После этого образовалась 18-я часть, 38-я, 5-й отряд. От конного хода до качественной техники. Сейчас пожарные части оснащены новым современным оборудованием. Автомобили МЧС готовы к любым ЧП. Здесь есть защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур. 12 рукавов трех диаметров, цистерны, внутри которых 10 тысяч литров воды, и 350 пенообразователя. Плюс бензопилы и бензорезы. С помощью автолестницы мы можем подняться на 30 метров вверх, то есть это с измеримой девятому этажу, и можем приступать к слушанию пожара, также к эвакуации людей, также она имеет маневренность, то есть мы непосредственно в этом окне можем спасать и в соседних окнах. Каждый с детства знает, быть спасателем – дело благородное, но опасное. Сотрудники МЧС проводят для школьников экскурсии. Первая пожарная аварийно-спасательная часть в этом году также отмечают юбилей – 120 лет. Здесь в музее ребята знакомятся не только с историей службы, но и с творчеством бобруйчан. В каждой картине восхищение самоотверженными героями. Я с детства мечтаю стать спасателем. Меня это очень вдохновляет, так как мой дядя работает в МЧС. Это очень ответственная профессия мужская. Я хочу, когда вырасту, спасать жизни людей. На сцене театра драмы и комедии имени Дунина Марценкевича проходит праздничный концерт. В торжественной обстановке чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. В адрес работников МЧС звучат теплые пожелания и искренние слова благодарности. Для них творческие выступления и музыкальные номера. Хочу поздравить коллектив с профессиональным праздником, с Днем пожарной службы. За 170 лет служба прошла очень длительный, но благотворный путь. Сегодня это самостоятельная служба, которая способна выполнять все поставленные задачи нашим правительством, органами власти, Министерством по учрещаемым ситуациям. Хочу поздравить также членов семей, ветеранов службы с Днем пожарной службы Республики Беларусь. Пожелать прежде всего крепкого здоровья, мирного неба и чтобы все наши воезда были только учебными. Праздник мужественных и отважных. На счету огнеборцев десятки тысяч спасенных жизней и ликвидированных происшествий. Все благодаря профессионализму, командному духу и преданности делу. Ведь чтобы отправиться в горячий бой с непредсказуемой стихией, надо обладать безграничной смелостью и быть готовым в любой ситуации протянуть руку помощи. Служба спасателей и опасна, и трудна, но ценна каждым жителям нашей страны. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Огненные скульптуры. В Бобруйском районе пройдет шоу «Обжиг» в рамках международного пленера по керамике. Место встречи – база отдыха Вербки на живописном берегу Березины. Завораживающее зрелище запланировано на 26 июля. Начало в 20.00. В этом году Арджижель собрал 18 белорусских и российских профессиональных художников. Тема – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. Она еще достаточно сложная для воплощения в декоративно-прикладном искусстве. Но, наверное, тема интереснее задачи. И я думаю, что по итогам пленера мы увидим какие-то оригинальные, замечательные решения. Попасть на шоу «Обжиг» легко. В среду вечером организуют подвоз пассажиров автобусом пригородного сообщения по маршруту Бобруйск-Вербки. От дома связи можно уехать в 21.00. А уже в 21.10 – остановки «Магазин Виталюр». Отправление обратно в 22.45. Стоимость билета – 2 рубля 40 копеек. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»